Рэки Кавахара. Сворд Арт Онлайн. Ария в безлунной ночи. Перевод с английского языка Ашвуд. Бета-редактирование Леди Астрель. Любое коммерческое использование данного текста или его фрагментов запрещено. Глава первая. Всего один раз в жизни я видел настоящую падающую звезду. Это было не на каникулах. Я увидел ее из окна своего дома. Для жителей маленьких городков, где прозрачный воздух и действительно темные ночи, падающие звезды не являются чем-то из ряда вон выходящим. Но, к сожалению, город Кавагой в префектуре Сайтама, где я прожил все 14 лет своей жизни, ни тем, ни другим из этих достоинств не обладал. В нем даже в безоблачную ночь звезду второй величины едва-едва можно было увидеть невооруженным глазом. Но однажды, глубокой зимней ночью, я совершенно случайно выглянул в окно и увидел почти в безлунной ночи на небо был словно наброшен белый полок городских огней. И вдруг этот полок пронзила стремительная вспышка света. Я, заканчивавший тогда четвертый класс начальной школы, по-детски подумал. Надо загадать желание. Тогда все еще было нормально. И желание, возникшее в голове следом, было «хочу, чтобы из следующего монстра выпал редкий предмет». Подобного желания ни один разумный человек бы не загадал. Полагаю, оно своим существованием было обязано MMORPG, в которую я тогда играл и которая мне очень нравилась. После той ночи я еще раз увидел ее три или четыре года спустя. Точно такой же цвет, летящую с такой же быстротой. Однако, на этот раз смотрел я на нее не невооруженным глазом и не под темно-серым ночным небом. Я смотрел на нее через нейрошлем, первую в мире машину с VR-интерфейсом. И было это в глубине мрачного виртуального донжона. Бой можно было описать как леденящий душу. Монстр-гуманоид шестого уровня, руинный кобальт-воитель. Он размахивал грубым одноручным топором. А противостоящий ему игрок едва успевал уворачиваться. У меня мурашки бежали по спине, пока я наблюдал за поединком. Но когда игрок увернулся от трех ударов подряд, кобальт потерял равновесие. И игрок, вместо того, чтобы воспользоваться этим шансом избежать, применил навык мечника. Это был самый первый навык для рапиры, который разучивают игроки. Одноручный колющий удар. Прямой выпад. Чтобы активировать этот навык, необходимо главной рукой держать оружие прямо перед собой, сосредоточившись на нем и выбросить рапиру прямо вперед. Это был простой базовый навык. Однако скорость его потрясала. Игрок явно не полагался лишь на скорость, обеспечивающую системой, а подхлёстывал руку своим собственным усилием воли. Во время бета-теста я множество раз собственными глазами видел, как игроки и монстры применяют этот навык. Но сейчас я даже самой рапиры не мог углядеть. Лишь световой эффект, который она за собой оставляла. Ослепительно белая вспышка, разорвавшая полумрак донжона, напоминала мне ту падающую звезду. Рапирист так и продолжал. Уклонялся от трёхударного комбо и контратаковал прямым выпадом. После трёх таких чередований, защиты и нападения, игрок прикончил вооружённого человека-зверя, одного из сильнейших монстров этого донжона, не получив на первый взгляд ни единой царапины. И всё-таки победа, похоже, далась ему нелегко. Когда стремительный удар пронзил грудь монстра, тот отвалился назад и исчез, обратившийся в вихрь полигонолов. Рапирист пошатнулся, словно нематериальные полигонолы толкнули его, и, прислонившись к стене коридора, медленно соскользнул на пол и сел. Дышал он тяжело. Меня, стоявшего в пятнадцати метрах от него, возле коридора, он, похоже, не замечал. Уйти прочь, не сказав ни слова, и поискать собственную добычу, так я обычно и поступал в подобных ситуациях. Месяц назад, в тот полный событий день, я решил, что буду жить для себя, буду игроком-одиночкой. С того самого дня я не подходил ни к кому. Исключением было, когда я видел, что сражающемуся игроку грозит явная опасность. Однако полоса хитпойнтов рапириста была почти полной. Во всяком случае, в помощи всяких назойливых типов он явно не нуждался. И все же. После пятисекундного колебания я вышел из тени перекрестка и направился к по-прежнему сидевшему на полу рапиристу. Худая фигура, даже немного тощая. Темно-красная кожаная туника, поверх нее легкий медный нагрудник. На ногах опрятные кожаные штаны и сапоги до колен. Накидка с капюшоном закрывала тело от головы и почти до пояса. Так что лица игрока я не видел. Все одеяние, кроме накидки, вполне подходило фехтовальщику. Оно было весьма похоже на мое снаряжение мечника. Мой любимый закаленный меч, награда за трудный квест, очень тяжел. Поэтому, чтобы применять навыки в полную силу, я почти не ношу металлических доспехов. Лишь медный нагрудник под темно-серым кожаным плащом. Раперист услышал мои приближающиеся шаги. Его плечи дернулись, но с места он не сдвинулся. То, что я не монстр, он должно быть понял по зеленому курсору в его поле зрения. Зарывшись лицом в поднятые колени, он всем видом показывал. Иди куда шел и оставь меня в покое. В двух метрах от Рапериста я остановился и раскрыл рот. Это был Аверкил. Худое плечо под плотной тканью накидки шевельнулось. Капюшон дернулся и приподнялся сантиметров на пять, не более. Из-под него на меня пристально уставились два глаза. Все, что я мог разглядеть, что глаза были светло-карими, а контуры лица оставались неразличимы. Несколько секунд Раперист сверлил меня пристальным взглядом. Точно таким же, как только что монстра. Затем голова дернулась чуть вправо. По-видимому, этот жест обозначал «не понимаю, о чем ты». Вот оно что, — подумал я. Действия Рапериста выглядели как обычная игра соло. Но кое-что очень сильно не соответствовало образу игрока-одиночки. Его прямой выпад был столь совершенен, что я аж поежился. Начальное и конечное движение были очень коротки. Да плюс скорость, из-за которой я даже оружие не мог разглядеть. Никогда прежде я не видел столь красивого и устрашающего исполнения навыка мечника. Потому первой моей мыслью было, что передо мной бета-тестер, такой же, как и я. Еще до того, как этот мир превратился в игру со смертью, Раперист немало практиковался, чтобы достичь такой быстроты. Однако, увидев прямой выпад вторично, Я усомнился в своей догадке. Навык был применен идеально. Но ритм боя выглядел угрожающим. Разумеется, способ защиты в виде минимального движения в сторону Отличается гораздо большими возможностями, В смысле быстрой контратаки, нежели парирование или блок. И при этом не страдает прочность оружия и доспехов. Но зато, если уклон не удастся, риск будет больше. В худшем случае игрок может получить дополнительный урон или эффект оглушения. В сражении соло оглушение — это смерть. Идеальное применение навыка мечника и опасная тактика защиты Совершенно не вязались друг с другом. И мне страшно хотелось узнать, в чем тут дело. Вот почему я подошел и спросил. Повторяющееся применение этой тактики было явным оверкилом. Однако мой визави этой популярной среди онлайн игроков фразы явно не понял. Стало быть, этот раперист, сидящий передо мной, не был бета-тестером. Более того, возможно, он вообще в ММО-игры не играл, пока сюда не угодил. Я коротко вздохнул и принялся объяснять с нуля. Оверкил — это когда урона наносится гораздо больше, чем у монстра остается хитпоинтов. Тот кобальт был полумертв уже после второго прямого выпада. Да нет, уже почти совсем мертв. В его полосе хитпоинтов всего две-три точки оставалось. Вместо того, чтобы подключать навык мечника, хватило бы простого удара. Сколько же дней прошло с тех пор, как я говорил так много в этом мире? Сколько же недель? Когда это пришло мне в голову, я замолчал. После моей речи, плода тяжких усилий и плохих коммуникационных навыков, раперист не меньше десяти секунд сидел без какой-либо реакции. Я уже начал думать, что он, похоже, опять ничего не понял. Но тут, наконец, тихий голос прошелестел из-под капюшона. Оверкил? Ну и что? Какие-то проблемы? Лишь тут я с запозданием осознал, что скорчившийся передо мной в глубине донжона раперист принадлежал к числу крайне редко встречавшихся в этом мире игроков-женщин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok